Амич продает коттедж за 35 миллионов рублей. Это один из самых дорогих частных домов в регионе. Несколько спальных комнат, эксклюзивный дизайн, дорогая внутренняя отделка. Спрос на элитное жилье небольшой. Чаще Амичи предпочитают 6 соток и дом не больше 150 квадратных метров. Стоит примерно так же, как и квартира в новостройке. Дмитрий Ковалев узнал у экспертов все детали, как выбрать дом на земле. Дмитрий Гордеев частный дом выбирает уже несколько лет. Сейчас живет в типовой многоэтажке и признается, квартира угнетает. Уже составил список требований. Дом должен быть построен не больше 10 лет назад, подключен к газу и водоснабжению. Заплатить готов не больше 2 миллионов рублей. Казалось бы, сумма достаточная, но на покупку мужчина до сих пор не решился. Сталкивался с домами, что ездил, просматривал тоже. Удивления, конечно, было намного. То есть фотки и фото другие, а дом другой совершенно. То есть бывает обман даже. Зима – самое удачное время для выбора частного дома. Строители и вовсе рекомендуют осматривать его, когда на улице холоднее минус 30. Тогда все недостатки будет видно. Это промерзшие окна, холодный пол или трещины на фасаде или фундаменте. Фундамент и вовсе основа дома. Его нужно проверять в первую очередь. В доме из кирпича или газоблоков он должен быть закопан в землю как минимум на полтора метра. И, естественно, быть монолитным. Даже небольшие трещины через несколько лет могут привести к обрушению здания. Также нужно узнать у владельцев толщину стен. А главное – материал утеплителя. Это залог сохранения тепла. Кровля из современных материалов сохранит сухость на чердаке и сбережет дорогой ремонт в комнатах. А сам дом строители советуют несколько раз осмотреть со всех углов и сторон. Наиболее безопасно приобретать готовый дом, построенный не менее двух лет назад. Из каменных материалов, где будет цоколь для того, чтобы убедиться в глубине заложения фундамента. И чердак для обслуживания кровли. Хороший частный дом стоит не дешевле миллиона рублей. Но это без газа и канализации. Да и не в самом благополучном районе города. Поэтому особенно ценится жилье в центре. Там намного удобнее. То есть торговые, развлекательные комплексы, объекты социальной инфраструктуры, школы, дошкольные учреждения, ну и, конечно, развитая инфраструктура. Риэлторы рассказывают, сейчас продают именно дома. Сами земельные участки практически не ценятся. Поэтому тем, кто уверен в своих силах и финансовых возможностях, советуют строить жилье с нуля. Правда, это обойдется дорого. Хороший капитальный объект со всеми коммуникациями обойдется не дешевле 4 миллионов рублей. Дмитрий Ковалев, Константин Демиденко, Анатолий Серов и Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.